всем огромный огромный привет спасибо что заглянули сегодня ко мне на кухню давайте приготовим очень вкусную малосольную скумбрию в бутылке за которую ваши гости будут носить вас на руках получается невероятно вкусно готовится просто и давайте приступим что нам понадобится у меня две такие крупные скумбрии нужно взять полтора литровую бутылку либо двухлитровую какая у вас есть я уже срезала вот отсюда горлышко вот такого можно вообще оторвать она нам не понадобится также мне понадобится 2 лавровых листа немного перца горошком душистый перец гвоздика обыкновенный самый черный чай заварка здесь у меня четыре столовые ложки три столовые ложки вот такой крупной соли самый обычный не ядированный и две столовые ложки сахара давайте приступим берем литр воды засыпаю сюда соль сахар добавляю лавровый лист и также все наши приправы из специи все хорошо перемешиваем и доводим до кипения чтобы соль и сахар растворились я все же возьму двухлитровую бутылку смотрите у меня чуть-чуть хвостики не влезают а я хочу чтобы у меня рыбка была полностью погружена в рассол если у вас рыбка поменьше подойдет и полтора литровая бутылка перекладываю скумбрию в двухлитровую бутылку вот так она будет смотрите полностью погружена в рассол вода закипела отправляю сюда заварку все хорошо перемешиваю и прогреваю еще пять минут маринад готов оставляю его полностью остыть и настояться маринад остыл и теперь мы заливаем нашу рыбу в бутылке я маринад буду процеживать 4 через ситку чтобы не попала заварка и аккуратненько заливаем рыбку доливаем до конца лаврушку тоже туда опускаю рыбку притапливаем заворачиваю все в пленку и отправляю в холодильник на трое суток за три дня я еще буду вот так рыбку немножко потряхивать чтобы она отставала от стенок не прислонялась к стенкам и равномерно просолилась прошло три с половиной дня я открываю рыбку достаю из холодильника все это время она у меня стояла в холодильнике можно подождать и четыре дня но я уже если честно ждать не хочу хочу ее быстрее попробовать вот такая она там получилась достаем рыбку и покажу что я дальше с ней делаю достаю рыбку перекладываю ее на полотенце и нам надо чтобы рыбка хорошенько обсохла можно ее вот так прям просушить этими бумажными полотенцами обсушиваем рыбку от лишней влаги внутри тоже берут целую головку лука лука не жалейте и любую глубокую емкость которая закрывается плотно крышкой на одной емкости помещаю лук нарезанный полукольцами как бы создаем подушку для нашей рыбки и нарезаю рыбку я люблю побольше поэтому беру примерно где-то сантиметра два люблю такие кусочки потолще сейчас покажу как она выглядит внутри как она засолилась за эти три дня чай сделал рыбку такой плотненькой смотрите как она засолилась вот такая получилась рыбка никаких красных потеков рыбка полностью просолилась получилась вот такая красота в районе хвостика то же самое рыбка полностью засолилась немного лук поливаю растительным маслом прям буквально две-три столовые ложки больше не нужно так чтобы лук под рыбой замариновался и выкладываю рыбку на лук также вторая рыбка тоже полностью просолилась полностью засолилась показываю вам вторая рыбка пожалуйста все тоже красиво укладываем сюда же укладываю хвостики потому что кто-то любит и хвостики вот эти вот отрезаю вот сюда прекрасно они вот так влазит немного лука сверху чуть-чуть тоже поливаю маслом прям совсем немного сверху рыбку не волнуйтесь жирная она не будет плотно закрываю крышкой и отправляю на хранение в холодильник но поверьте мне такая рыба вашем холодильнике долго не простоит попробуйте приготовить такую скумбрию я если честно скумбрию в магазине перестала покупать после того как начала делать ее сама просто попробуйте вы удивитесь она даже в тысячу раз вкуснее чем копченая удивите себя своих друзей своих родных такой вкусной скумбрии сверху еще можно все присыпать зеленью и не стыдно даже подать на праздничный стол кому понравится рецепт обязательно подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые интересные видео также заходите в группу вконтакте подписывайтесь на второй канал там тоже много всего интересного и не забудьте поделиться моим рецептом со своими друзьями и знакомыми в соц сетях всем до свидания и пока готовьте также просто и вкусно